Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Друзья, здравствуйте! Большой привет всем, кто смотрит и слушает первый и единственный в России телеканал с синхронным вещанием в «ФМ-диапазоне». Телерадиоканал «Страна-ФМ» — это программа «Лучшая в стране» Александра Хайрулина. Я вам могу точно сказать, что сегодняшние мои гости, конечно, являются, безусловно, лучшими в своей профессии, в своём деле, но они затеяли нечто такое, что, безусловно, я думаю, может быть, тоже впоследствии станет лучше в стране. Во всяком случае, скорее всего, претендовать уж на это будет точно. Друзья, встречайте, у нас прекрасные, замечательные, известные люди, актёры, но начну, значит, постепенно. 5 апреля в культурном центре «Москвич» состоится музыкально-поэтический проект «Духи. Согласные». Очень любопытная история, и у нас в гостях актёры, собственно говоря, и главные непосредственные участники этого проекта. Начнём с Насти Панина. Анастасия Панина. Настя, добрый день. Здравствуйте. Актриса Московского драматического театра имени Пушкина, звезда сериалов огромного количества физрук, психологини, вышибала. Очень-очень-очень-очень много их. Все их прекрасно мы знаем. Ну и ещё плюс телеведущая Вячеслав Макаров. Ну, Слава, конечно. Чемпион бывшей лиги КВН, составе команды КВН Камызяки. Различные тут и рубрики, скейт-шоу «Однажды в России», лауреации российских международных вокальных конкурсов. В общем, наверное, талантливый человек. И, друзья, Станислав Беляев. Станислав Беляев. Аплодисменты не смолкают. Актеры МКТМИ Чехова, Театр нации, Московский театр мюзикл, певец, шоумен, солист московских мюзикл, привидение, преступление, наказание и многие-многие другие. Ребята, здравствуйте. Ещё раз всем здравствуйте. Мы невероятно рады вас видеть, это правда. И надо сказать сразу, что вас, конечно, в проекте не трое. Я имею в виду семь всего актеров, которые так или иначе были замечены в различных юмористических программах. И здесь вот что важно, мне очень нравится эта строка, но она немного настораживает. Популярные комедийные актеры хотят выйти из тиражированных на телевидении образов и показать себя по-новому. Вот, может быть, вам как-то поднаило, а зрителям-то нет, чтобы в таких хороших юмористических образах. Вы знаете, это предложение поступило от нашего большого друга Владимира Маташнёва, он актёр театра имени Пушкина. Это наш предводитель. Да, это наш сенсей в этом проекте, самый главный человек. И поступило такое предложение, от него идея создать музыкальный поэтический проект на поэзию современных авторов и показать наши образы немного с других сторон. И это действительно очень интересно, потому что на данном вечере кто-то привык видеть Дениса Дорохова, например, в одном амплуа. Я больше зарекомендовал себя среди зрителей как «Везелый поющий человек». Да, «Красивый, веселый поющий человек». Здесь хочется показать немного своего личного отношения к каким-то объектам нашей жизни и деятельности, потому что... Можно же, Даня, немножко раскрывать программу нашего концерта? Конечно, нужно. У нас будет разделено на несколько таких блоков, то есть будет блок юмористический, блок политический, он же, в принципе, юмористический по отношению к нашему отношению. В политике много юмора, это правда. Безусловно, это практически огромное поле деятельности для юмора, да. Будет блок любовный, куда без него. За это спасибо отдельное, да. И философский, где мы порассуждаем, поразмышляем о жизни, о смерти, о боге и о других каких-то вещах. И хочется со зрителем пообщаться уже на другой ноте, поделиться своим отношением и узнать, насколько оно такое же, как и у них, то есть получить какой-то посыл от этого. И, честно говоря, для меня, наверное, больше, ну, как это называется, задача, наверное, цель этого проекта, во-первых, ну, проявить себя, понятно, с разных сторон, но прежде всего поделиться со зрителями своими чувствами и эмоциями, и зрители, которые придут на этот концерт, чтобы они полностью абстрагировались от внешнего мира, у которого они существовали, погрузились в нашу атмосферу, и очень сложно людям посмотреть на себя со стороны. Мы всегда варимся внутри в каких-то проблемах, и, соответственно, очень трудно выйти за рамки своей оболочки. И благодаря этому концерту и нашей деятельности, я надеюсь, что многие ответят на многие вопросы в своей жизни. Может быть, кто-то живет с нелюбимым человеком, может быть, кто-то работает не там, где ему нравится, может быть, кто-то хочет вообще поменять страну. Замечательно, если человек найдет ответы, но если он еще начнет задавать вопросы, это уже большой прогресс, потому что многие вообще, в принципе, по жизни никаких вопросов не задают. А если не это сделают, то будет здорово. Слав, ты вот не раз уже сказал, что это именно концерт. А почему именно так стоит называть этот проект? Концерт? Нет, на самом деле, концерт — это просто больше привычное слово в моем лексиконе. Все понятно. Наверное, это все-таки какой-то проект, перформанс. Потому что там будет музыка. Слав, музыка, не просто музыка, целый бэнд будет играть, да, а Simple Music Band, правильно все говоришь? Да, командует этим делом. И стихи, музыка и стихи, правильно я понимаю? То есть прозы вообще не будет, никакой ждать не стоит. И шуток, друзья, тоже не ждите. А ведь будут ждать все равно, наверняка. Почему шутки будут? Там есть гемористический блок, там есть над чем посмеяться. Простите, да. Это будет вообще очень ироничная штука. Ну, все понятно. Значит, Слава сказала, что хочет себя показать со всех сторон, заставить людей тоже подумать. Хочется узнать отношения и Насте Панины к этому. Но, друзья, прервемся совсем ненадолго. Вы чуточку подождите прям. Лучшее в стране. Друзья, 5 апреля культурный центр «Москвич», музыкально-политический проект «Глухие согласные», начало 19.30. Прежде чем все-таки отправиться сначала послушать до конца нашу программу. Ну, в общем, потом я думаю, что у вас не останется шансов. Конечно, вы захотите посетить это мероприятие. У нас сегодня в гостях Вячеслав Макаров, Станислав Беляев, Анастасия Панина. Сейчас слово передаем Настеньке и узнаем ее отношения, как она отреагировала вообще на приглашение принятия участия в этом проекте. Значит, наш руководитель, как мы уже сказали, Владимир Маташнев, тоже мой большой друг, мой однокурсник, мы вместе работаем в Театре имени Пушкина, тоже обратился ко мне с таким предложением. Естественно, я согласилась, потому что для меня это какая-то, знаете, вообще-то очень важная вещь, которая будет происходить. Потому что это возможность реально рассказать о том, что внутри у тебя, и то, что тебя тревожит, и то, что у тебя болит, в зависимости от того, что с тобой происходит в любой ситуации. Вот, а все это будет у нас происходить на базе культурного центра «Москвич». Там новая площадка, новый свет, звук, один из лучших в Москве. Вот, так что всех ждем, ждем, ждем. Не знаю, что еще сказать. Ну, тогда передаем слово Станиславу. Когда вы выходите из метро, сразу в зал попадаете. Это очень удобно. Это важно, да, это очень важно. Друзья, Станислав, для тех, кто нас по какой-то причине уважительно слушает, а не смотрит, с гитарой, это означает, конечно, что звуки зазвучат, и будут сегодня исполнены какие-то фрагменты, я так понимаю, этого спектакля. Стас, ну сначала, я так понимаю, примерно слова будут те же самые, ко мне обратились. Я чуть конкретизирую, я чуть конкретизирую. Володя сказал, у меня принципиальное желание, чтобы вы выбрали сами, что вы хотите читать. Он ничего не навязывал. Он сказал, выберите сами, никакой программы, вы должны быть в этом искренне. И это подкупило невероятно, потому что у меня был большой багаж. Вот мы говорим, мы хотим предстать иначе, не так, как нас привыкли видеть. У меня за большое количество времени накопилось очень много лирики, тонкой, романтичной, нежной, и мне захотелось ею поделиться. В концерте будет несколько моих песен, и стихи я тоже постарался выбрать именно, которые отражают мое отношение к женщине, к любви и к другим вопросам. То есть он дал нам свободу, поэтому вы увидите всех нас такими, какими мы хотим. С одной стороны, свободу, с другой стороны, на что время тратить? Ребята все талантливые, способные, сделают львиную долю. Я шучу. Чаще всего режиссер-диктатор. Абсолютно прав, потому что когда тебе навязывают какой-то материал, его очень сложно к себе примерить. А тут мы абсолютно были свободны в своем выборе, и каждому произведению, которому наш личный отклик, его проще донести и по зрителю, собственно. И те блоки, о которых Слава сказал, они сформировались тоже спонтанно. Не было запланировано, что будет политика, юмор, еще что-то. Получилось так. То есть каждый из нас внес в копилку вот этих блоков что-то от себя. Я думаю, что уже имею право попросить что-нибудь исполнить, что это будет, рассказывайте, и кого мы сейчас услышим. Давай я начну, потому что у тебя же песни громкие и шумные, а я с нежным начну. Одна из вещей, которая прозвучит, очень лиричная, очень нежная. Я думаю, девушки сейчас будут слушать внимательно. Кто автор? Растаев. Я, это моя песня. Девушки, Растаев. Тик-так, тишине, тик-так, тишине, сон идет к тебе, сон идет к тебе. Мягкими шагами пока вруй. В тишине ночной, в тишине ночной заберет собой, заберет собой сон тебя волшебную страну. Про тайну синие ночи, про звездную страну, про все, что ты захочешь, я тебе спою. Про продолжение на концерте. Друзья, это очень красиво, Станислав Беляев, музыкально-политический проект «Глухие согласные», 5 апреля, культурный центр «Москвич». Сколько всего твоих песен будет исполнено? В концерте? Полторы, прикинь. Половитку вас, слышали? Три или четыре. Я так понимаю, из участников этого проекта там только твоего авторства будут? Ну, из тех, кто участвует? Нет, славяна еще. Слава. Нет, да, тоже моего авторства и из группы «Командиакские псы», которая из КВН, собственно, вышла. Это уже набирающие обороты, популярность все больше и больше. Да, надеюсь. Вообще, в принципе, все, что связано с музыкальным оформлением нашего спектакля, это будет только авторское, ничего заимствованное. Просто права дорого оплатить. Ну, конечно. Завторские права. Зачем, когда можем сами сочинить и сделать это красиво? Я хочу, чтобы мы с вами обязательно назвали еще участников, кто вместе с вами будет. Кирилл Лопаткин, Владимир, кто-нибудь еще может помочь мне перечислять? Кто-нибудь помнит, с кем они выходят? Кирилл Лопаткин. Денис Дорохов. Да. Денис Дорохов. Надежда Сысоева. Наденька. Владимир Маташнев. И Дмитрий Волков. Дмитрий Волков и его команда музыкантов. И его команда музыкантов. Волков — автор музыки, который будет сопровождать стихи. Он в единое целое связал все своей музыкой. Пока на афише одна только дата — 5 апреля. Можно ли предположить, что дальнейшие какие-то варианты, если и будут, гастроли и так далее, то это, в общем, покажет именно тот самый вечер 5 апреля. Мы в это искренне верим, что этот вечер пройдет очень в той ноте и атмосфере, которую мы планируем, и найдет отклик у зрителей, и надеемся, что эта история будет неоднократная, долгоиграющая. Вообще, запрос на подобные спектакли очень высокий, как мне кажется, потому что все устали сейчас. Потому что поэзии. Постоянный фон, очень напряженный сейчас у нас везде. А людям же нужно что-то для души, для себя личное, интимное, теплое. Таких нот мало, мы их дадим. Да, хотелось бы надеяться. Мне кажется, Владимир тут в этом смысле как-то угадал, что ли, потому что мне кажется, что это найдет отклик, потому что это актуально на сегодня. И это такого мало, и в этом нуждаются. Прямо чувствуется, что необходимость именно вот такой составляющей. Именно участники этого проекта каким образом выбирались, как вам кажется? Ну, я поняла, что вы дружите, так или иначе. Но, да, в общем, это... Нет, мы на самом деле кто-то был знаком друг с другом. То есть у нас получилось такое знакомство по частям, скажем так. То есть я знал Дениса и Кирилла. Ребята были знакомы друг с другом. И потом у нас таких две коалиции, скажем так, соединились. И мы с друг другом больше уже творчески познакомились. И надеемся, что будем общаться дальше. И все это сделал Влад, который знал и эту часть творческих ребят, и другую часть. И у нас соединилась. Вот так получился такой коллектив. Давайте мы сейчас что-нибудь тоже еще послушаем. Может быть, это будет песня в твоем исполнении Слава. Либо Настя почитает что-нибудь. Решите. Да, я думаю, что взбодрится, да, наверное? Да, да, да. Взбодрится песня. Кстати, у Камзянских слов была недавно песня. Вот все режиссеры интенсивно. Песня «Болею» я бы хотел ее сейчас исполнить. Премьера, друзья! Несмотря на то, что я недавно проснулся. Но песня буквально неделя, практически премьера. Поэтому кто едет в машине, может даже потанцевать. Ох, давай. Поехали. Снова день холодный, хоть и за окном июнь. И куда-то скрылась тень. Я такой немодный. Позади нее иду с головою на бекре. И она шагает каблуками, дает ритм сердцу моему. Дает между нами, лед ударило мне в голову. И когда она глянется, я точно подмигну. А она не знает, что уже готов пойти на все ради нее. И по тротуару завораживая, мир идет. И внутри меня теперь все только лишь, а не поет. Болею, я тобой болею. Белеет флаг, я знаюсь. Неделю подойти не смею. Но всюду за тобой тащусь. И музыку погромче. Красный человечек. В светофоре мне помог ждать зеленый рядом с ней. Я готов хоть вечность простоять возле нее. Но переключился свет. А она шагает каблуками, дает ритм сердцу моему. Видимо, уже заметила, что я за ней иду. Огнянулась на меня, и я ей сразу подмигну. Она улыбается, а в солнечных лучах играет в волосы. Ускоряю шаг и подрезаю ее полосу. Все, что было в голове, я ей пропел в полголоса. Дальше выходит испанский коллектив. И она шагает каблуками, дает ритм сердцу моему. Тает между нами, лед ударило мне в голову. И когда она глянется, я точно подмигну. Она не знает, что уже готов пойти на все ради нее. И по тротуару, завораживая, мир идет. И внутри меня теперь все только лишь о ней поет. Болею, я тобой болею. Белеет лак, я сдаюсь. Неделю подойти не смею. Болею, но всюду за тобой тащусь. Давайте с вами. Болею, я тобой болею. Белеет лак, я сдаюсь. Неделю подойти не смею. Но всюду за тобой тащусь. Я от тебя тащусь. Я от тебя тащусь. Я от тебя тащусь. Я от тебя. Э-о, 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 э-о У нас сегодня в гостях участники этого проекта, известные всеми, любимые и актеры, и юмористы, и музыканты Вячеслав Макаров, Анастасия Панина, Станислав Беляев Прослушали уже несколько вещей, которые можно услышать Как выяснилось, не все можно будет услышать премьеру Славы Но ее можно зато посмотреть в интернете 19.30 начало, насколько настраиваться людям, планировать свою жизнь, это важно Кто-нибудь засекал вообще на репетиции? Количество времени нашего спектакля? 1.30, 1.40 Да, что-то такое Да, но если вдруг как-то аплодисменты растянутся На бис так Да, то может под два мы На бис еще что-то Как пойдет В общем, да, очень такие тонкие, теплые взаимоотношения На самом деле много не нужно А то мы, когда первый раз читали стихи, это было, сколько мы читали, часа четыре? Ну да, что-то около того, да, да Репетиция, да? Да, да, да Мы встретились и начали, собственно, зачитывать тот материал, который мы отобрали У нас был перегруз поэзии потом Это было очень трудно тоже Поэтому в меру Полтора часа – отлично Что касается дела заучиваний текстов, скажите А здесь были у кого-то проблемы? Или еще не все доучено? Еще как-то так Я до чего греха таить Сейчас каждый доучивает свой материал, который больше ему нужно сделать То есть есть произведения, которые ложатся сразу Есть произведения, в которые нужно вложить больше эмоций Больше какого-то своего внутреннего отношения Соответственно, для этого нужно гораздо больше репетиций А у меня сейчас был дежавю, кстати О, видишь? Интересно, почему это? Здорово Значит, все хорошо, все правильно Так и должно быть И, соответственно, ну, в принципе, мы вчера об этом разговаривали Нужно ли заучивать стихи? Так То есть постоянно зубрить, повторять И уникального рецепта нет Каждый подходит к этому процессу по-своему Кому-то достаточно, я не знаю, там, два раза прочитать произведение Он уже его запомнил А кому-то нужно просто неделю постоянно репетировать Разрабатывать дикцию и прочее Поэтому у каждого индивидуальный подход Ну, потом еще ты учишь в рамках там, да, где-то какой-то квартиры своей Потом, когда ты начинаешь, подключаешь эмоцию Тут уже надо уложить какой-то нерв, да И вдруг ты вау-вау Но для меня важно замоторить стихотворение Чтобы как раз, когда подключилась эмоция Эмоция вышла на публику, чтобы ты не посыпался Потому что если стихотворение сырое, оно все Друзья, ну вот пока у нас была небольшая пауза Вячеслав признался, что, конечно, ему сложнее, чем всем истальным участникам проекта Потому что тут драматические актеры, понятно Но опыт такой колоссальный, действующие актеры А Славе, ты придется вот, наверное, ты последний раз можешь быть в школе, я думаю Серьезные стихи ты какие-то читал Да, это было действительно в школе И вы знаете, в принципе, сейчас можно сказать Белая береза Белая береза под моим окном Можно сказать смело о том, что когда людям сейчас Даже моего возраста говоришь слово стихи Поэзия, литература У всех резко негативное какое-то восприятие И оно не особо приятное со школы Когда есть определенная программа Стихотворение нравится тебе не нравится, ты обязан его выучить И людей тогда, ну по факту, заставляли это делать И мы хотим как бы немножко сломать отношение к современной поэзии Потому что это совершенно другое Это авторы, живущие в наше время Которые рассказывают о тех проблемах, которые нас волнуют А те мысли, которые есть в нашей голове Но они это так красиво, грамотно и близко сердцу передают в тексте Поэтому это совершенно другое То есть там не будет поэтов, которые вы учили в школе Это другой пласт Давайте попросим сейчас Настю, наверное, как раз начать этот самый путь Ломать те самые стереотипы потихонечку Но основной удар, конечно, будет в хорошем смысле 5 апреля в культурном центре «Москвич» Знаешь, что это будет? Какое ты выбрала? Не-не-не, я сейчас просто... Надо сказать, что я выбрала? Нет, давайте я просто прочитаю А потом, если у вас какие-то вопросы возникнут То я отвечу с удовольствием Взаимное до кончиков ногтей Сломал, отгрызла Вкусно? Очень вкусно Я не берусь рожать тебе детей Я умирать с тобою не берусь Но когда я говорю, ты лучше всех Ты верь Ведь я специалист по этой части Ты лучше всех А я счастливее всех Вот Наши волосы начали явиться От счастья А будет еще 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 Очень проникновенно, да, правда Ночи это Да, могу еще коротенький Да, сразу как бы в довесок Такой мими Кусок твоего мяса На пороге моем мялся Моего мяса стеснялся Но потом с духом собрался И месил мое мягкое мясо До утра До четвертого часа Приятного аппетита Приятного аппетита Друзья Высоко, а низко В принципе Ну чей-то просветить Чей-то были работы Вера Павлова Вера Павлова Друзья, да, конечно Огромное количество стихов Современных наших с вами поэтов Людей, которые живут в наше время Под хорошую музыку Под сопровождение Замечательной музыки В исполнении известных всеми И любимых артистов Актеров Все это 5 апреля В культурном центре «Москвич» Музыкально-политический проект «Глухие согласные» Так почему же все-таки Глухие согласные? Это, пожалуй, самый популярный вопрос Конечно Который задает Почему такое название? И чем ближе 5 апреля Чем чаще он будет звучать Мне кажется, оно уникальное тем Что его можно отнести К любой сфере Абсолютно И в медиапространстве И в личном отношении И в политическом То есть, может быть, для кого-то Это вообще русский язык Глухие согласные Мы глухие сами к себе И соглашаемся с тем Что происходит в обществе То есть, может быть, мы смиряемся С какими-то вещами Которые происходят там на телевидении То есть, мы соглашаемся со всем Ну, то есть, каждый найдет для себя Применение этому названию Там, где он посчитает нужным Что касается авторов стихов Они будут присутствовать? Ну, хотя бы какая-то часть На вашем предприятии? Наверное, нет Они даже и не знают, наверное Многие Их достаточно много читают на самом деле Потому что Конечно, конечно Я так понимаю Да, но сами-то авторы Думаю, может быть, вы их пригласили Но пока не успели Нет, мы обкатаем программу Да, мы обкатаем уже А потом уже приглашим авторов Потому что, знаете, это такая Очень тонкая тема Потому что очень сложно попасть В настроение автора Чтобы ему понравилось Как ты воспроизвел то, что у него Родилось, собственно, в его голове Это то же самое, когда Ты исполняешь какую-то песню Известного исполнителя И в 90% случаев Этому исполнителю не понравится Как ты переиначишь его произведение Мне кажется, стихами абсолютно та же тема Ну, я думаю, что нам обязательно сейчас понравится произведение В исполнении Станислава Беляева Потому что мы в другом исполнении Это и не услышали Это произведение Потому что автором является сам Станислав Грустный или веселый? Ну, как странная заявка В принципе, успеем еще Давай прочут Она очень крутая песня Мне очень нравится Я тут занимаюсь заявками Эта песня Мы ее будем петь все вместе Не у нас Надо бы тебе сказать Пару глупых пустяков Но нету слов Нету слов Одни эмоции Надо бы поймать такси Торгих начал морозить Но нету сил Нету сил Одни эмоции В это мгновенье Расставаться на преступлении Пусть весь мир узнает Как в жизни бывает Эти минуты Станут для нас чудом Как будто Как и сейчас Чудом для нас Твои глаза Как и сейчас Чудом для нас Чудом для нас Город гасит фонари Эту ночь нам подарил Фотай ее, фотай ее Запоминай ее Слышишь этот бешеный стук Наших сумасшедших сердец Считай его, считай его Запоминай его Если когда-нибудь будет очень плохо А этот день настанет Все в жизни бывает Эти минуты станут для нас чудом Как будто, как и сейчас Чудом для нас Твои глаза, как и сейчас Твоя рука, как и сейчас Твоя любовь, как и сейчас Пусть будет, пусть будет Чудом для нас Твои глаза, как и сейчас Твоя рука, как и сейчас Эй, твоя любовь, как и сейчас, пусть будет, пусть будет чудом для нас, для нас. Они искренние. Они искренние. Наконец-то, видим, истинное лицо этих людей. Слава, вопрос к тебе. Не боишься ли ты, что засосет? В каком смысле? Я понимаю, в каком смысле? Да, возьмешь и скажешь, все, хватит. Действительно, я что-то нашутился, наигрался, все-таки вот драматического искусства требует душа. Не то, что не боюсь, я даже, скорее всего, этого хочу. Даже так? Потому что это вообще для меня открылся другой пласт деятельности. То есть он абсолютно параллелен юмору, но есть какие-то вещи, которые я беру из юмора и применяю здесь. И это новая сфера, которая мне дает, собственно, толчок к развитию и вообще открыванию своих каких-то, ну, скажем так, граней, о которых я, в принципе, не знал. Поэтому я абсолютно не боюсь, я только хочу этого. Ты при этом прислушиваешься к своим коллегам по сцене в данном проекте? Может быть, какие-то советы вы даете начинающему? Ну, то у нас сейчас, в принципе, были какие-то такие больше встречи, когда мы знакомились с материалом. Вот мы репетировали, когда уже непосредственно с преподавателями. Несмотря на то, что там понятно, что есть профессионалы, которые дают советы, но если я считаю, что нужно, что вот здесь вот как-то посоветоваться, то я подхожу к человеку, говорю, сделаю. Там Денису, там, да, или к Наде Сусовой. К Насте подходил, например? А? К Насте подходил? Нет, еще. Мне кажется, она меня не будет слушать. На генеральной репетиции к тебе подойдет. Помоги! В любом случае, обмен опытом и своего какого-то мнения, он присутствует. Однозначно. А вопрос, как бы, близок ли тебе этот совет или нет, это уже решать человеку. Ну, хорошо, возможно ли потом появление некого проекта, когда наборы драматические актеры предстанут в ином МПЛО и захотят весело и задорно шутить и теперь только этим заниматься? А что, как вариант создать команду КВН от актеров театров? Это будет самое не смешное шоу. Почему? Скажи, почему, как тебе кажется? Нет, ну каждый должен заниматься своим делом. Профессиональный юмор — это все-таки профессия. Хотя у нас есть спектакли, в которых мы тоже шутим, но это юмор другого плана совсем. Он игровой, ситуативный, а здесь это больше построено на слове, на репризах. Это, мне кажется, отдельная история совсем. Давай немножко про твое творчество поговорим, именно про песни. Ты же пишешь, и не только для этого проекта, да? Они у тебя есть, по-моему. Да, конечно. Ты как автор-исполнитель даже громко-красиво называешься. Сколько их у тебя на сегодняшний день? Где их люди слушают, смотрят? И какие у тебя, серьезные ли у тебя планы в продвижении личного материала? Планы серьезные мои личные. Путь к ним тернистый, сложен. Иногда даю концерты. Просто сейчас очень сильная театральная занятость, из которой я выбираюсь благодаря чудесным встречам с ребятами. 5-го. 15-го апреля у меня будет мой сильный концерт. Где? В Ластенбери-Паде. Может быть, прийти и как раз послушать. А песен, ну, уже прилично, где-то под 50. Ну, я пишу штучно, когда приходит что-то из жизни. То есть все-таки муза, все-таки что-то все такое серьезный подход. Да, то есть я не делаю, я не композитор, чтобы писать на потоке или для чего-то. Оно возникает изнутри. Пока известных артистов нет, кто исполняет твою песню. Нет, я не продаю и не показываю. Не продаю и не показываю, это хорошо. Настенька, скажи, пожалуйста, ну, а твоя вокальная история как-нибудь развиваться будет? Моя вокальная история? Нет, а я как-то не сильна в этой области. Желания нет? В караоке не ходишь? Нет, в караоке, конечно, хожу, но это так любительски все. Ну, вот это вот не тут ли разве проект, где можно было взять и показать себя с какой-то другой стороны? Ну, если бы был, да я покажу там, да. Будет там момент. Что смогу, да. Не, покажу, что смогу, да, но как бы мне кажется, что все правы, что вот каждый должен заниматься своим делом. И если ребята круто поют, у них это круто получается, они должны это делать и показывать. А я там что-нибудь другое сделаю. Вот, в своей какой-то области. Вы сказали, что львиная доля, наверное, выбора материала лежала на ваших плечах. Да. Но это же нужно было, как мне кажется, в общем, серьезно поработать. То есть изучить все, что есть там на просторах интернета. Я не знаю, были ли походы в книжные магазины и так далее. Интересно, любопытно здесь какая-то действительно работа проводилась у каждого из вас? У нас был список авторов. Или кликнули просто в Инстаграм. Ребята, быстро сюда авторов. Не дали мне стиху. У нас был список авторов, но при этом... Рекомендованных. Ограничений не было. Мы могли найти абсолютно любые произведения, которые нам понравились. Потому что у меня есть произведения непосредственно из списка, которые мне прислали авторов. Но я, допустим, открывал страничку автора. У них у каждого есть там либо на стихи.ру, либо на другом каком-то сайте. И огромное количество их произведений, которые они создали. И все. И у меня ушло довольно-таки приличное количество времени на изучение их творчества. Вместо фонарама выбирали все. Да. То есть где я нашел больше отклик для себя или стихотворение, которое меня прям зацепило сразу с первых строк. Все. Это однозначно мое. А иногда бывает так, что тебе нравится произведение, но как только ты начинаешь его воспроизводить от себя, и что-то как-то не идет. И вроде как-то это непривычно, и из моих уст это вообще не имеет никакого влияния, да, и оно неорганично со мной. Соответственно, ты его отодвигаешь в сторону. Поэтому работа была действительно очень большая, проделанная, думаю, каждому из нас. То есть время благо на это было. Настя, много у тебя времени? Учитывая, что его свободы вообще в принципе нет. Да, конечно, нет, но есть какие-то произведения, которые мне нравились давно-давно, то есть как бы в их выборе я там не сомневалась. То есть это где-то там со мной шагает как бы энное количество времени. А у тебя, кстати, в основном женские стихи? Ну, как-то да, так получилось. Вера Плоскова, да, Павлова? Да, Плоскова, Павлова, Кудряшова. Да, все наши современницы, все живут, шагают в ногу со временем вместе с нами. Так же чувствуют, я думаю, так же болеют за что-то, переживают и так далее. Вот. Что-нибудь, мне любопытно, вот из политического кто-нибудь, можешь что-нибудь, кусочек? Из блока политического? А можно? Ну так вот, ну, а что, вот там совсем что-то такое прям? Потому что сейчас же опасно как бы, да, во всеуслышание говорить о каком-то политическом своем отношении. Ну, может быть так, чтобы не называть какие-то конкретно. Ну вот вы сейчас насторожили, многие скажут, что же они там, что они будут 5 апреля выделывать? Нет ничего, да, но я как-то стараюсь эту тему избегать, я вообще не люблю разговаривать о политике. Да, друзья, ну вот 5 апреля все-таки в культурном центре «Москвичи». Там больше приватная атмосфера будет, скажем так, такая квартирная, где можно посекретить. Ну что мы сейчас послушаем с вами? Давайте я спою песню «Не звони», которая будет также в этом концерте, но она будет немножко переделана, скажем так. Там произойдут некие коллаборации с этой песней. Инструментальные. Да, и не только инструментальные, а как это будет, ну, приходите 5 апреля, узнаете. А сейчас просто... Секретики, секретики. Да, да, да. Немножко расслабиться такой, вальяжный образ у меня в этой песне. Поехали, не звони. Утро мы встречаем, я в похмелье от Ивана, и только что кричала, но тебе было приятно. С будто помни имя, то ли Ольга, то ли Анна. В общем, ты езжай домой, я на рандеву с диваном. Хотя подожди, сбегай быстренько в магаз, купишь пачку сигарет и посавтракать пивас. Там в кармане моей куртки ты найдешь немного денег, как нет. А, займи до понедельника. И не звони мне сегодня, не звони, даже завтра в сентябре и апреле. Я уже забыл, кто был со мной на той неделе. Не звони, ему сегодня не звони, даже завтра в сентябре и апреле. Спасибо, Камузяк, что в этой песне мне ботыли. А вечером по городу на велике мне ветер в бороду. Кепка в пору мне весила без короба. На афише вижу я лицо креды Егора. Его музло не вперлось мне. Вдруг смс Славик СОС. Ты куда пропал, ведь я же по тебе скучаю. Может погуляем или выпьем чашку чая? Да не звони мне сегодня, не звони, даже завтра в сентябре и апреле. Да что тут непонятного? Ну что ты в самом деле? Да я не такой, как все, иногда на папасе. Я хороший, не для всех, помешанный на Берсусе. Это все про меня, ни убавить, ни отнять. А по поводу звонка сообщаю, что пока. Не звони мне неделю или целый год. Видишь снова в городе весна. Я один буду петь ей слов высоких нот, Как я ждал, когда придет она. Не звони ему сегодня, не звони, даже завтра в сентябре и апреле. Да мало ли, что я сказал тебе вчера в бассейн. Не звони ему сегодня, не звони, даже завтра в сентябре и апреле. Да блин, я позвоню тебе на следующей неделе, ок? Невидимый гитарист играл мне это соло. Друзья, глухие согласны. Новый музыкально-поэтический проект 5 апреля. Культурный центр «Москвич». У нас сегодня в гостях Вячеслав Макаров, Анастасия Панина, Станислав Беляев. Это участники проекта, конечно, любимые наши с вами актеры, артисты. Далеко не весь состав. Также вы 5 апреля, и мы, разумеется, на сцене увидим Кирилла Лопаткина, Владимира Маташнёва, Дениса Дорохова, Вячеслава Макарова, уже сказали, да, Надежда Сысоева, Дмитрия Волкова. Да, всё это будет под живую музыку. Замечательные стихи современных поэтов. И вот фрагменты мы сегодня слушаем и смотрим здесь, в студии телерадиоканала «Страна.ФМ». Настя Панина, Настенька, но попросим тебя, не отпустим. Очень хочется что-нибудь ещё услышать. И плавно в стасы перейдём, Виляева. Да. Я их не помню. Я не помню рук, Которые с меня срывали платья. А платья помню. Помню, скольких мук Мне стоили забытые объятия. Как не пускала мама, как дитя Трагически глядела из манежа. Как падала набойками частя В объятья вечера, И был он свеже заваренным настоем Из дождя вчерашнего. И липовых липучек, Которые пятнали, не щадя, Наряд парадный, сексапильный, лучший. И ту скамью, Где, истого скребя, Остатки краски Мокрая, шальная. Я говорила, я люблю тебя, Кому, не помню. Для чего, не знаю. Подойди ко мне, Посмотри на меня, Видишь, как рисует время Одиночество. Подойди ко мне, Подойди ко мне, Дай обнять себя, Не гони воспоминань, Раз без них нельзя. Подойди ко мне, Посмотри в глаза мои, Словно рваны раны, Ранены, но еще в строю, К бою готов за любовь вести свою. Подойди ко мне, Подойди ко мне, Посмотри на меня, Подойди ко мне, Посмотри на меня, Что ты видишь в глубине, Парусы ли я горя, Подойди ко мне поближе, Что ты видишь, Клятвы брошены на дно, Все равно не будет так, Как раньше слышишь, Друг без друга быть нам недавно. Невозможно жить порзань, Не спешать больше поездам, Нам нельзя по-одиночке, Счастья не найти заочно, Точно, точно, точно. Читаю славу. Шел по лесу паренек, Паренек кудрявый, И споткнулся о пенек, О пенек корявый, И про этот про пенек, Про пенек корявый, Все сказал, что только мог, Паренек кудрявый, Раньше этот паренек Говорил коряво, Научил его пенек Говорить кудряво. Друзья, браво. Я теперь понимаю, Действительно, 5 апреля В культурном центре «Москвич» Мы с вами в хорошем смысле И слезу выбьют, И заставят посмеяться. Посмеемся, поплачем. И поплачем, подумаем. Я вас искренне благодарю. Спасибо вам огромное за то, Что вы пришли. И, наверное, уже точно можно сказать спасибо, За то, что затеяли, задумали. Я хочу вам пожелать успеха. И если у вас есть желание, Буквально каждому еще по 10-20 секунд Обратиться к стране. С официальным приглашением На музыкальный и политический проект «Глухие согласные» Дорогая страна! Приходите к нам 5 апреля в культурный центр «Москвич» Это действительно будет что-то новое и интересное. И такого формата не было еще. Приходите обязательно. Мы вас всех ждем. Будет жарко. Мы вас приглашаем отдохнуть. Отдохнуть душой. Улыбнуться. Испытать самые светлые и разных оттенков переживаний. Нам будет вместе хорошо. Приходите к нам. Друзья, благодарим искренне. Вячеслав Макаров. Слава, спасибо. Анастасия Панина. Настенька. Спасибо огромное. Успехов всегда любим. Мы рады смотреть тебя в телевизоре. Ну, Слава, разумеется, тоже, да. И Станислав Беляя. Спасибо огромное за роскошно-красивый голос, за эти прекрасные предвозведения. Я думаю, что мы обязательно с вами еще увидимся. Я желаю много лет проекту «Глухи согласны». Спасибо.